В городе Бресте в рамках 4-го Всебелорусского крестного хода почтили память обо всех героях, которые во время Великой Отечественной войны защищали нашу Родину. В третий день крестного хода за упокойной литья прошла в православном храме благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Участие в ней приняли все воинские подразделения Брестского гарнизона. В сослужении настоятеля храма Иерея Дионисия и Иереев Евгений Виталия богослужение возглавил председатель отдела Брестской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и всеми воинскими формированиями протоиерей Виталий Хановец. Крестным ходом от храма Петра и Февронии участники мероприятия прошли к обелиску, которая расположена в сквере микрорайона Южный. На митинге реквиями проникновенно выступил портоиерей Виталий. Он отметил, что сегодня народ должен быть един в своих помыслах, потому что только единство нации и общие помыслы могут придавать силу государству сохранять его независимость. Этот объединяющий посыл и носит духовно-патриотическая акция. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы почтить всех воинов, которые захоронены на этом месте и отдали самое дорогое, что у них было, свою собственную жизнь для того, чтобы защитить наше Отечество, для того, чтобы оно было свободным, мирным, независимым, для того, чтобы сегодня мы благоденствовали. И они достигли своей цели. Наш священный долг – перед ними помнить о их подвиге и совершать молитвы о их бессмертных и живых душах. Сегодня каждый из нас должен помнить, что мир достался дорогой ценой, ценой невинных жертв из числа мирного населения и воинов-защитников. В рамках четвёртого крестного хода все его участники посетили места воинских захоронений, провели памятные литии. По щепотке собрали в капсулу землю с мест захоронений воинов-освободителей. В Бресте земля была взята с броской могилы в микрорайоне Южный, где увековечены имена воинов Красной Армии. Наша главная задача – это помнить подвиг воинов, которые отдали свою жизнь на благо Отечества. Дань памяти – это и есть крестный ход, где он осуществляется и проходит по местам боевой славы, где проходили самые ожесточённые сражения. Наша главная задача – такими мероприятиями показать то, что мы самое главное помним и уважаем тот подвиг воинства, который был совершён в те далёкие годы. Ведь было нелегко всем труженикам тыла, воинам, людям, которые хотели жить, люди, которые хотели растить детей. И если мы не будем помнить то, что было в те времена, в годы Великой Отечественной войны, грош нам цена, не будет у нас будущего. Без прошлого нет будущего, а потому главный посыл 4-го Всебелорусского крестного хода – память, вера Отечества. И в Беларуси помнят обо всех погибших, сохраняются и оберегаются памятные захоронения. Яркий пример – тому братская могила лагеря госпиталя «Ревир», где также была собрана земля в капсулу. А присутствующие на митинге, в свою очередь, молитвенно почтили и воздали воинские почести всем защитникам нашей Родины. Мероприятие очень важно для каждого военнослужащего Брестского гарнизона, сотрудников силовых ведомств нашей Брещины. В мероприятии приняло участие сегодня свыше 150 военнослужащих воинских частей Брестского гарнизона. Это военнослужащие 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 115-го зенитно-ракетного полка, 48-го батальона радиоэлектронной борьбы. Также в мероприятии приняли участие представители нашей коллегии силовых ведомств Брещины. Это Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям, 86-я краснознамённая пограничная группа имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, другие представители силовых ведомств. Для сохранения исторической памяти главное не количество мероприятий, а их содержание. И именно инициированный много лет назад Всебелорусский крестный ход церковь и армия затрагивает самые глубины человеческой души, заставляя задуматься о прошлых годах и о дне сегодняшнем. Задуматься и помнить. После завершения мероприятия участники 4-го Всебелорусского крестного худа отправились в агрогородок Чернавчицы Брестского района для продолжения почётной миссии. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.